Сегодняшний доклад я хотел бы посвятить новой теме, которая возникла в связи с рассуждениями по поводу феноменологии Духа Гегеля, а именно в связи с обдумыванием тех форм, которые принимает сознание в своем движении в ряду форм, которые представлены феноменологией Духа, когда возникает некая интуиция по поводу того, что сознание должно изучаться в некотором поле историчности. То, что Гегель выстраивает связь различных форм сознания в виде восхождения простого сознания, чувственного и воспринимаемого к Духу, является не случайным выбором гегелевского построения системы, возможно, в этом кроется некая существенная характеристика самого сознания, того, что мы понимаем по сознанию. Дело в том, что нам всегда доступно только сознание, в котором мы пребываем здесь и сейчас, и для того, чтобы понимать, в каком смысле сознание может находиться в динамике, необходимо рассмотреть исторические формы сознания. понять, каким образом сознание в истории развивается. И, собственно, что нужно понимать под различными формами сознания, в смысле исторической динамики, которую мы наблюдаем в истории. Вот это первый разговор. А второй разговор связан с тем, что, поскольку феноменология Духа и те формы образования сознания, которые мы там наблюдаем, является чем-то недостаточным и чем-то неудовлетворяющим исходную задачу нашего построения, то требуется, видимо, найти другие входы, другие пути для того, чтобы найти те формы, в которых существует сознание. Ну вот мы это сегодня будем обсуждать. А для начала я просто хотел бы сделать несколько замечаний по поводу предыдущего доклада. Да, и они связаны с двумя проблемами. Первая проблема связана с тем, восходит или не восходит сознание, существует ли вообще такая вещь, как восхождение сознания. А вторая проблема, она связана с тем, что надо понимать под выражением состояния сознания. И вот это уточнение просто важно будет в дальнейшем, в смысле дальнейшего изучения того, что представляет собой сознание. А именно в разрезе нашей постановки вопросов науки сознания. Ну давайте как бы разберемся сначала с первым вопросом. Восходит ли или не восходит сознание? И что можно было бы понимать под восхождением сознания? Ну я в прошлый раз сказал, что восхождение сознания невозможно. При этом я имел в виду просто саму характеристику, саму устроенность сознания как чего-то пространственного. Поскольку сознание является чем-то пространственным, то все формы сознания присутствуют в пространстве рядоположных. Когда мы переходим от одной формы сознания к другой, в этом нету некого движения восхождения, как оно присутствует, когда мы говорим о восхождении понятия. Мы в прошлый раз говорили, что вот есть такая вещь, как восхождение понятия. И под восхождением понятия понимается вот увеличение абстрактности. Абстрактности в движении, в родовидовом движении. Ну я в прошлый раз это показывал, что все понятия находятся в некой разветвленной системе отношений родов и видов. И когда мы движемся вверх, мы движемся от видов к более высоким родам. И, соответственно, как бы есть нисходящее движение, а более высоких родов. Это менее высоким родам. И их, соответственно, далее к видам. То есть, когда мы говорим о восхождении понятия, понятно, что это такое. Что же можно было бы понимать под восхождением сознания. Поскольку и в литературе, и вообще в нашем языке, и в нашей культуре существует такое понимание, как высший уровень сознания, низший уровень сознания. И вообще говоря, даже Бог понимается как некий Дух, и естественно, Он стоит на какой-то вершине. То есть, вот некое понимание выси у нас присутствует. В сознании как бы есть низший уровень сознания, а есть высший. Самое главное, что требуется заметить, что даже если мы будем все-таки в отношении сознания использовать термин восхождения, то, тем не менее, это восхождение отличается от того восхождения, которое мы имеем в виду, когда говорим о восхождении понятия. То есть, здесь восхождение имеет родовидовую структуру, да, и как бы восхождение идет как переход от вида к роду. А здесь восхождение все-таки имеет другую структуру. И вот для того, чтобы понять, в каком смысле оно имеет другую структуру, для этого надо вспомнить, в чем состоит, собственно, возможность сознания. А возможности сознания у нас существует две, да. Если мы смотрим на сознание как на нечто пространственное, да, и различные формы сознания, они соотносительны, то у нас первая возможность – это расширение сознания внутри самого сознания. То есть расширение сознания. Обычно для того, чтобы привести наиболее яркий пример такого расширения сознания, это изменённое состояние сознания. То есть если мы попадаем в изменённое состояние сознания, то это расширяет наше сознание. В наше сознание попадает некий новый опыт, и этот опыт делает наше сознание более развито. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что наше сознание конкретных людей замкнуто в какой-то жизни, то есть оно проходит ряд только форм. Допустим, если это сознание какого-то конкретного человека, то человек замкнут в трёх формах. И вот он в этих трёх формах живёт, и ему в эти три формы сознания достаточно. И он, допустим, какие-то формы сознания просто игнорирует. Даже если они у него есть, он просто ими не пользуется. Когда человек всё-таки начинает интересоваться этими формами сознания, то это, опять же, можно было бы назвать расширением сознания. Вот это расширение сознания, такие формы сознания, которые обычные люди не используют, это можно было бы понимать как некий более высокий уровень сознания. Это первый способ. А второй способ – это способ расширения... Тут как под расширением сознания понималось расширение внутреннего опыта, а можно понимать под расширением сознания расширение внешнего опыта. Как бы расширение границ опыта. Ну, опыта внешнего, некоторого внешнего опыта. Поскольку сознание понимается как нечто пространственное, и эта пространственность наложена на пространственность мира, то, собственно, то, что может обогатить сознание, то, что в этом сознании может выступить как нечто, скажем так, более труднодоступное для нормального состояния человека. То, что можно было бы назвать неким дерзновением, неким способом работы сознания, то эта работа может совершиться двумя способами. Либо расширение внутри самого сознания, когда мы расширяем опыт самого сознания, когда мы расширяем его внутренний, прежде всего, опыт. И с другой стороны мы можем расширять внешний опыт, когда мы на свет сознания можем высвечивать нечто, что до этого оставалось в тени. Когда, ну, такое расширение сознания, допустим, постоянно существует в науке, да, там, как бы, или в каких-то там, ну, не обязательно науке, например, а каждый отдельный человек может вдруг о себе что-то там осознать, да. То есть, это вот путь осознания самого себя, да, путь, как бы, расширения своего, своей данности, да, расширения своих возможностей. Ну, и вот, если теперь, как бы, вот, накладывать вот эти вот пространственные возможности, да, и то, и другую возможность, по ним можно понять просто как расширение горизонта сознания, да. Расширение горизонта. И вот это вот расширение горизонта можно внимать вот в виде вот некого восхождения. То есть, поскольку, как бы, у нас есть некая норма, да, в котором находится сознание обычных людей постоянно, да, и эту норму, эту постоянную норму можно, вот, как бы, считать, что это некий нижний уровень, да, уровень, с которого любой из нас стартует. И тогда говорить о высоких уровнях в том смысле, что можно идти с этих уровней, как бы, расширить свое сознание и двигаться, как бы, ввысь. Хотя на самом деле представление об этой выси, как мне кажется, является чем-то навязанным, да, как бы, не очень понятно, почему здесь все-таки есть горизонт какой-то выси. Потому что надо было бы понимать это все-таки расширительно, как расширение своего опыта, как расширение горизонтов. И в расширении горизонтов есть только, как бы, составляющие экстенсивные. А вот интенсивности, непонятно, откуда здесь берется интенсивность, да. И даже если бы была бы интенсивность, и мы будем говорить о том, что сознание, в принципе, можно понимать как интенсивность, то все-таки нельзя понимать эту интенсивность как некое восхождение, опять же. Поэтому я, когда я в прошлый раз говорил об этом, я как бы уклонился, ну, решил, что, в общем, использование выражения восхождения сознания является некорректным. Ну, в принципе, как бы, вот, можно в расширительном смысле, в смысле расширения горизонта понимать и сознание как нечто восходящее. Ну, это вот разговор в каком-то смысле отъявлен. Второй вопрос, который я хотел бы обсудить, он связан с пониманием того, что представляет собой состояние сознания. Этот вопрос как-то по диагонали связан с предыдущим вопросом, потому что, когда мы говорили об измененных состояниях сознания, опять же, имелось в виду нечто, как бы, вроде понятное, имелось в виду некое все-таки состояние сознания. Для того, чтобы понять, как мы можем слово «состояние» относить к сознанию, необходимо, как бы, опять же, вспомнить, что, каким характеристикам сознания в процессе его исследования мы пришли. У нас, прежде всего, сознание, первая характеристика сознания, это сознание представляет собой нечто интенсивное. Причем оно, когда говорят о сознании как о чем-то интенсивном, обычно используют метафоры света. Метафоры света какие у нас? Это у нас ясность, ну, и, конечно же, сам свет. Ну, и, как бы, противоположные метафоры света, раз и речь идет о ясности, то идет речь о помраченности. Ну, говорят иногда о сумрачном сознании или, там, просоночном, то есть, как бы, неясном сознании. У нас есть ясность, неясность, есть некий свет. И все это, вот, все эти интенсивности, то есть, у нас ясность тоже может достигать и различной интенсивности. Может быть, как бы, кристальная ясность, да, а может быть, так сказать, это, ну, какая-то средняя, повседневная ясность сознания. И на различной естественной степени неясности, да, сознания. Ну, то есть, у нас здесь многообразная некая шкала интенсивности. Понадное дело, что, как бы, вот, когда мы говорим о состоянии сознания, можно эти состояния понимать в смысле интенсивности. Причем, когда мы говорим об интенсивности, очень важно понимать, что именно эта характеристика является существенной для сознания, и брать эту характеристику не только со стороны нормы, но и со стороны болезни. И вот мы понимаем, что со стороны болезни, когда рассуждают о болезнях сознания, опять же, эти болезни сознания все связаны с некоторой поморощенностью сознания. Вот болезненные состояния у нас, ну, допустим, такие состояния, как делирий, ну, допустим, если делирия алкогольная, то где речь идет о белой горячке, или там анироид, или там хомо, или аменция, да, вот все эти состояния, болезненные состояния сознания, они характеризуются некоторыми характеристиками, и вот эти характеристики, прежде всего, это вот связаны с ясностью сознания, да, а вот, ну, в медицине используют там термин сонливость, сонливость, но это опять же как бы связано, насколько с сознанием ясно, да, потом используют также такой термин, как оглушенность. При характеристике сознания еще Но тут уже это не касается интенсивности Это уже касается пространственной характеристики сознания О которой мы будем говорить дальше Это используется дезориентация Причем, когда мы говорим о дезориентации То надо иметь в виду, что дезориентация происходит не только в пространстве и времени Не только в мире, но и дезориентация происходит в смысле дезориентации самого человека В самом себе дезориентация Почему? Потому что в сфере сознания само Я включено в сознание То есть Я это просто есть элемент, который сознается И когда мы говорим о дезориентации, а это характеристика пространства То идет как раз вот соотносительность различных моментов того, что находится в сознании Например, мышление, восприятие, каких-то объектов и прочее Вот их соотносительность, их некая структура, она нарушается И поэтому, когда говорят о болезненных состояниях сознания То имеют в виду вот такие характеристики Ну, я как бы не специалист в этой области Это вопрос требует, наверное, дальнейшего изучения Но тем не менее, любопытно, что и психология, и психиатрия Собственно, как бы имеют в виду то же самое сознание Которое мы имеем в виду в философии Да, у нас как бы на самом деле опытная база, она одна Так и должно быть Не должно быть так, что есть какое-то философское сознание И отдельно есть какое-то там психиатрическое или психологическое сознание Сознание одно и то же И опыт, собственно, да, вот феноменологии Такого феномена, как сознание Она должна быть одинаковой Она должна быть Ну, она Слово «должна быть» Это как бы относится к философии Философия должна стремиться к тому, чтобы Ее феноменология, ее как бы выводы Ее феномен, как она описывает Должен соответствовать тому, как он присутствует в психологии и психиатрии И вот теперь, как бы, если переходить к второй характеристике Это была пространственная характеристика То у нас вот есть такое понятие, как позиционное сознание А что такое позиционное сознание? Ну, мы разделяли сознание на фокусное сознание Вот как некое «я», на самом деле, да, о котором речь идет Это некий субъект Это есть фокусное сознание И периферическое сознание Остальное периферическое С фокусным сознанием связано внимание Оно связано внимание, собственно, связано «я» И позиционное сознание, речь идет о том, что вот это вот фокусное сознание Оно перемещается, да, в пространстве сознания И, в принципе, когда это фокусное сознание перемещается, например, восприятие то это одно состояние сознания. Когда оно перемещается в мышление, это другое состояние сознания. Но эти различия... Состояние сознания, оно не является различией в смысле интенсивности, оно является различией в смысле позиционности. Где находится, собственно, фокусное сознание? Куда оно переместилось? На чем оно сосредоточено? Что находится в поле его внимания? Мы говорим о том, что, допустим, мы можем... Каждый из нас может проделать простой опыт, воспринимать нечто здесь и сейчас, а потом из восприятия перейти к мышлению. Или об этом нечто, что воспринимается, либо обмышлении о чем-то своем. Или перейти к воспоминанию, или перейти к фантазии, или к чему-нибудь еще. То есть у нас постоянно есть возможность перехода. И вот можно говорить о состоянии сознания в смысле позиционности. Это второе понимание. И вот есть третье понимание, которое на самом деле, как мне кажется, является некоторого рода ошибкой. И вот как раз ради этого третьего понимания, собственно, как бы и я затеял все это рассуждение о состоянии сознания. Третье понимание связано с тем, что иногда сознание понимает... Вот третье. Иногда состояние сознания понимает в смысле настроя и настроенности. Настроя настроения. Вот у нас есть, как бы, есть эмоции, да, эмоции, там, они проходят бурно. А есть некие состояния, да, вот есть, как бы, эмоции в смысле бурно, как аффекты бурного действия, да, некоторого, как бы, вот, быстро совершающегося все действия, быстро совершающегося перехода из одного состояния в другое. А есть непосредственно какой-то настрой или настроение, да, когда мы находимся в неком состоянии. Состояние грусти, находимся в состоянии, там, тихой радости, там, или просто умиротворенности, или раздраженности. Ну, то есть, как бы, вот, некий фон, да, для тех эмоций, которые могут на этом фоне разыграться. Вот иногда вот этот фон настроения принимает за состояние сознания, да. То есть, как бы, сознание, а есть в этом сознании некий общий фон. Ну, допустим, фон раздраженности. На самом деле, это такое понимание сознания, это состояние сознания, как мне кажется, оно может ввести в некое заглужение. В чем тут так состоит проблема? Проблема состоит в том, что, изначально, когда мы понимаем, что сознание есть нечто пространственное, мы имеем в виду так же, что оно не является чем-то временным, да. То есть, что мы, как бы, выражали это той метафорой, что сознание находится вне времени. Опять же, речь, и я постоянно это повторяю, для того, чтобы не вводить в заблуждение, что речь не идет о том, что сознание в вечности находится, да. Сознание находится в неком человеке, да, и человек, он находится во времени, и поэтому любое сознание любого человека, да, оно находится во времени. Поэтому нет никаких сомнений, на самом деле, что их сознание, там, как с какой-то внешней позиции, движется во времени. Но речь идет о том, что, если мы подходим к вопросу феноменологически, то есть, как бы, изнутри, изнутри сознания, то сознание представляет собой ту систему отчета, относительно которого отчитывается всякое движение, в том числе и отчитывается и внутреннее время, да. Вот у нас есть такой опыт, им очень много занимался Гуссер, да, внутреннего сознания времени. Так вот, возможность этого опыта базируется на том, что есть некая внутренняя точка отчета этого времени, да. Она связана с простым рассуждением о том, что представляет собой всякое движение. Мы когда говорим о движении, мы должны, чтобы движение могло состояться, что-то фиксировать. Когда мы что-то фиксируем, в силу самой фиксации чего-то, да, вот как выбора системы отчета, все остальное начинает двигаться, да. Я говорил о том, что вот сознание как раз и есть та точка, внутренняя наша точка, относительно которой мы все отчитываем, да. То есть, вот эта вот фиксация, и фиксированная является сознанием. И в этом смысле можно говорить, что из внутренней позиции, с феноменологической позиции сознание находится вне времени. Именно в этом смысле, как бы, сознание является только пространством. Когда мы говорим, что сознание является пространством, есть как бы двойной смысл. Один смысл состоит в том, что внутри сознания, все, что находится в сознании, соотносится с друг другом неким пространственным образом, как рядоположное. Вот у нас такая есть характеристика пространственности, как рядоположности. Когда мы всякий раз говорим о том, что сознание является пространством, мы имеем в виду и, прежде всего, рядоположность. А не последовательность, да. А последовательность как раз была бы характеристикой времени. И первая характеристика сознания является пространственностью, и именно вот это такая родоположность. А вторая характеристика является, она связана с тем, что сознание является точкой фиксации. И точка, относительно которого отчитывают из времени, она как бы является невременной, невременной характеристикой. То есть в характеристике сознания нет никакого времени. Элиминированное время. Когда мы обсуждали проблему понимания, мы как раз говорили о том, что понимание основано прежде всего на том, что сначала, когда мы пытаемся исследовать, скажем, объект, природный объект, который находится во времени, да, мы прежде всего сначала в своем понимании этого объекта элиминируем время, да, именно время является тем, что для нас представляет собой наиболее непонятное, да. Да, и способ, каким мы это осуществляем, он состоит в том, что мы переводим многообразие, которое нам дано в восприятии, то есть, которое дано в некотором времени, да, мы переводим многообразие, которое дано в сознании в виде схемы, и эта схема, она уже времени содержит. Или, скажем так, оно это время содержит только уже как момент самой схемы. То есть не время в смысле проживания, а время в смысле схематической характеристики. То есть это как характеристики некой сетки. И вот то, что сознание как бы вне времени, и то, что мы фиксируемся внутри себя и находимся как бы в позиции сознания, там и фиксировано в нем, и делает возможным чему-то другому, да, то, что можно назвать проживанием, двигаться, да. Вот это вот проживание. Проживание или переживание. Переживание. Так вот, когда мы говорим о настрое или настроении, то как раз речь идет о том, что вот эти проживания и переживания могут быть бурными и краткосрочными, как эмоции, да, как некие аффекты. А могут быть некоторым, как бы, некоторым фоном, да. Ну вот, как фон, как типа проживания, такого проживания или переживания, как тоска, ну или там, как это, тихая радость, там, или какие-то другие виды, мы сейчас не будем просто этим заниматься, как бы, другие виды проживания. То есть на самом деле, когда мы говорим о проживаниях и переживаниях, то как раз и дело, и речь идет вот об этом, о настрое и настроении, да. Не только об эмоциях, просто это различные виды одних и тех же проживаний. Просто одни виды проживания, они являются, ну, более долгоиграющими, что ли, да, они, как бы, составляют некий фон, да. А другие, как бы, проживания являются более скоростными, да, как бы, они быстрее вырабатываются, да, их энергия, как бы, она, это, в мгновение, в какие-то там краткосрочные акты, там, энергетические, отрабатываются и все. И вот, когда говорят о состоянии сознания в смысле настроя и настроения, тем самым путают, как бы, сознание и переживание, да. А это чревато тем, что мы упустим сам смысл того, что представляет собой сознание. И поэтому вот это различие настроя настроения, проживания, с одной стороны, да, и сознания, с другой стороны, очень существенно. Сам факт, на самом деле, что я могу рассуждать о состоянии сознания и различать в нем настроение и нечто, в чем это настроение находится, да, вот оно находится в сознании, указывает на то, что эти вещи различны. То есть, если бы я, поскольку я вообще могу указать на это различие и это различие проговорить, да, в некоторой концептуальности, то это указано на то, что это различие действительно реальное. Как я говорил, в феноменологии, как бы, действует некий принцип, состоящий в том, что то, что различено, то, что может быть различено существенным образом, то различено и в самой реальности. Потому что все наши различия, они взяты не иначе, как из опыта. Мы не можем, на самом деле, вести различия, которые бы не относились к самому опыту, когда речь идет о сознании, да, потому что сознание, собственно, и представляет собой некую схему, да, вот, как у Канда, трансцендентальную схему, некий схематизм. И сознание есть тот способ, который позволяет нам, как бы, вот, брать не все восприятие, а брать восприятие только в тех существенных точках, которые позволяют нам, вот, ориентироваться в мире. Ну, это уж, как бы, может быть и лишние слова для того, чтобы пояснить саму ситуацию. Вот мы, как бы, сейчас обсудили вопрос о том, что представляет собой состояние сознания. Собственно, я вот считаю, что все-таки, как бы, когда мы говорим о состоянии сознания, надо иметь в виду, что, вот, существуют, как бы, две характеристики в этом отношении. Прежде всего, характеристика связанная с интенсивностью, да, с позиционностью сознания. И характеристику настроения или настроенность надо все-таки относить к проживанию, да, это совсем другая характеристика. Это, скорее, характеристика «я». А у нас, как я показывал, вот «я», то, что мы называем «я», оно, как бы, вот, находится, как бы, между. Как это между понимать, это надо еще отдельно исследовать. С одной стороны Я опираясь на сознание, потому мы говорили о том, что субъекты и сознание существенно связано. Потому что если и нет сознания, то нет ничего. А с другой стороны эта Я опираясь на переживания, потому что мы понимаем, что наше Я дано нам в опыте внутреннего сознания время, внутреннего проживания себя или внутреннего проживания бытия, это все один и тот же опыт, просто описанный в различных словах. Именно мы, я, именно так и понимаем. Мы понимаем опыт некоторого внутреннего проживания или внутреннего переживания. Давайте теперь обратимся к тому, к чему я хотел сегодня рассказать в смысле некоторого дальнейшего движения исследования того, что мы назвали наукой логики. Наукой сознания. Проект вообще наукой сознания связан, как я уже много раз говорил, с развлечением сознания и мышления. И поскольку у Гигель это различие не делается, у Гигеля получается, что феноменология духа тут, то есть то, что можно было бы назвать первоначальный проект науки сознания, она сводится в итоге к науке логики, к тому, что связано с мышлением. И если мы все-таки различаем сознание и мышление, то как бы у нас возникает возможность еще одного проекта. Отличие от науки логики. Не сводить феноменологию духа, феноменологию сознания к науке логики. Не сводить сознание к мышлению, а попытаться все-таки сознание удержать в ее свойственной ему существенности. И попытаться как бы само сознание на основе самого сознания построить некую науку сознания по аналогии с тем, что представляет собой науку логики. И мы пытались в прошлый раз рассмотреть в этом аспекте феноменологию и как-то попытаться подойти к тому, на чем можно было бы построить конструктивность некой новой дисциплины. И там возникала такая проблема, она связана с тем, что в науке сознания вместо категории, экзистенциалов у нас возникли некие формообразования. Формообразование, или можно говорить просто формы. Будем говорить формообразование или формы как некие вещи синонимичные. Формообразование сознания, формы сознания. О чем идет речь? Вот первое, мы в прошлый раз поняли, что у Гегеля эти формы сознания они разделены по линии различения способностей. Все-таки Гегель на самом деле оставался в рамках классической философии, которая разбивает всю реальность по линии развлечения способностей субъекта. Поскольку вообще исходной парадигмой классической философии представляет субъект объектное различие, а субъект дан не иначе, как своих способностей, то, собственно, главной парадигмой развлечения развлечения и разбиения всего является парадигмой развлечения способностей. Собственно, весь мир прежде всего расчленен по линии своих способностей. И вот у Гегеля эта парадигма сохраняется, и мы говорили о том, что формообразование, формы сознания, у него они различаются по линии развлечения способностей. То есть, у него есть чувственная достоверность, достоверность, ну или как бы ощущение или чувство, да? Потом у него есть восприятие, рассудок. То есть, рассудок это что такое? Это конечное мышление. Потом у него самосознание и прочее. Сейчас не будем перечислять многообразие форм. Но все-таки у Гегеля есть некоторый прогресс и развлечение не совсем ложится на сетку развлечения способностей, но она, как бы, можно было бы сказать, что она является более детализированной. Но, если мы все-таки понимаем, что вот это развлечение, форм сознания по линии развлечения способностей является чем-то как бы искусственным, как бы требующим своего оправдания, не является чем-то естественным. Почему формы сознания должны различаться по линии развлечения способностей? Это не совсем понятно. Если мы задаемся таким вопросом, то, собственно, мы должны этот вопрос прежде всего обратиться с этим вопросом мы должны прежде всего к Гегелю самого. Как сам Гегель защищает эту позицию? И действительно, ведь Гегель это возражение осознает, он его понимает. И у него есть способ, каким он от этого возражения защищается. Защищается он интересным способом. Он говорит о том, что феноменология духа, движение, которое мы наблюдаем в феноменологии духа, в некотором смысле это движение подобно тому, которое мы наблюдаем в истории философии. И более того, и феноменология духа, и история философии на самом деле они являются некоторыми способами, каким осуществляет себя, каким реализует себя некая логика. Вот есть некая логика, логическая вообще, которая Гегелем описана в «Науке логики». И вот эта логика, собственно, «Науке логики» это логика или логическая, она дано в своей чистоте в виде какой-то понятийной схемы. На самом деле она реализована в мире в виде, с одной стороны, феноменологии духа, но мы не будем говорить о философии природы, этот вопрос оставим. Там тоже в природе эта логика тоже реализована, но нам просто это неинтересно. Она, с одной стороны, радиализована феноменология духа, в том числе она реализована и в такой вещи, как история философии. И Гегель говорит, что есть некая прямая аналогия между тем, как развивается в своем движении от одной формы к другой феноменологии духа, есть некая параллели между этим движением движением, которое мы видим в истории философии. То есть, история философии тоже в своем движении проходит те же самые формы, которые проходят в healedнинологии духа. То есть, феноменология духа в некотором смысле является описанием некого процесса, некоторых форм сознания, которые, собственно, были воплощены в историю философии, в некоторых конкретных философских учениях. Ну и действительно, если мы попытаемся наложить отдельные формы сознания, которые мы находим в феноменологии духа, допустим, берем чувство достоверности. Что в чувстве достоверности может соответствовать истории философии? Ну и как бы можно по какой-то аналогии понять, что это такая философия, как философия досократика. То есть здесь философия досократик. Почему? Потому что в чувстве достоверности как раз истинно является чистое бытие, то есть бытие. Ну и у досократиков они вели разговор о единстве мира, как бы, о бытии. Собственно, как бы среди досократиков именно учение Парменида о бытии является наиболее развитым учением, наиболее, как бы, законченным учением досократиков. С другой стороны, как бы, вот у нас следующая форма, у нас есть восприятие. Восприятие истинное представляет собой нечто всеобщее, да, чувственно всеобщее. Как бы, что соответствует этому чувственному всеобщему философии? Ну, видимо, софисты. Как бы, вот я просто предполагаю, да, что тут можно еще сопоставить. Софисты. Допустим, если мы продвигаемся дальше, вот это вот, то движение, которое находится с левой стороны, это вот движение от одной формы феноменологии духа к другой, да. Третья форма у нас рассудок. Да? Мыслящий рассудок. Что соответствует ей истории философии? А тут тоже движение, да, оно осуществляется уже как движение историческое. То есть здесь дух как бы движется в историческом движении, а здесь дух как бы движется в логическом движении. То есть логическое и историческое, они наложены друг на друга и взаимно друг другу соответствуют. Какое здесь? Это философия Аристотеля и Платона, да. Почему? Потому что в рассудке как раз вскрывается, что истинный мир представляет собой некое понятие, идеи, да. Идея, понятия. То есть как раз здесь это накладывается, вот Платон и Аристотель. Ну, можно дальше двигаться. Сам Гегель дает понять, что в принципе это некая аналогия здесь присутствует. Допустим, он в самосознании, когда, то есть это дальнейшая форма, после рассудка идет такая форма, как самосознание. Мы в самосознании узнаем, что есть такие формы, как борьба с самосознанием. Потом есть, эта борьба разрешается, с одной стороны, в рабское самосознание, да, то есть в соотношении господина и раба. Ну, непонятно, какому это учению соответствует непосредственно. Но зато интересно дальше. Это когда возникает уже самостоятельное самосознание, свободное самосознание и несчастное. Несчастное сознание, то есть на самом деле несчастное самосознание, да. И как раз уровню самостоятельного самосознания соответствует философия стойка. Уровню свободного самосознания соответствует философия скептиков. Это у самого Гегеля, феноменологии духи так вот. А несчастное сознание, или то, что можно было бы более точно назвать несчастное самосознание, соответствует христианству. То есть у Гегеля, если отвечать на указанное возражение Гегелю, на каком основании он все-таки производит различение форм сознания, то можно было бы сказать, что это основание обосновано тем способом, что каждому, каждой форме сознания, феноменологии духа соответствует некая устойчивая философская система в истории философии. Ведь важно, что форма, вот здесь он как бы подходит к важному разговору, да. Ведь важно, когда мы говорим о формах сознания, что это является не просто каким-то способом сознания, да. Допустим, мы говорим о том, что, когда говорим о пространственном сознании, что сознание может находиться в таком способе, как познавание, как восприятие, или в другом способе познавание, как мышление. А вопрос идет о том, что в этом форме сознания, сознание может существовать во всей своей целокупности. Ну, у Гегеля это тоже так понимается. Гегель понимает это тем способом, что в каждой форме сознания, в каждом формообразовании сознания, да, субстанция, она находится во всей своей целокупности, но взятой как бы под определенного рода углом, да, под определенного рода определением, да, там. Если еще идет там о чувствной достойности, то под определением единичности, да, вот, под определением чувственности. Восприятие тоже под определением чувственности, но чувственности всеобщие, да, вот рассудок это уже как бы под определением некого мышления, то есть под определением понятия. Но понятие взято в свои конечности. И так далее, там, если мы переходим уже к разному, то там под определением понятия взяты в свои бесконечности, ну и прочее. И, собственно, именно поэтому очень важно оправдать различия форм сознания с позиции того, что каждой форме должна соответствовать некоторая устойчивая форма существования сознания. И поэтому, когда Гегель обращается к истории, и когда он накладывает историю-философию на феноменологию сознания, то история-философия именно позволяет ему оправдать это разбиение. Но вот это первое разбиение. Честно говоря, здесь действительно присутствует некоторая своя логика, но она натянутая. Есть некая искусственность во всех этих сопоставлениях. Есть какая-то неудовлетворенность от того, что все-таки изначальная парадигма, вот это субъектное разбиение, она сохраняется. Сохраняется непонятно на самом деле. То ли Гегель просто дает дань традиции, дань исходной парадигме, что сохраняет это членение форм сознания по линии различных способностей. Различных. То ли все-таки он на самом деле считает, что такое разбиение форм сознания по линии различных способностей и, соответственно, само все эти дела. Но мы как бы вот рассмотрели первое разбиение форм сознания, как это осуществлено у Гегеля. Но если мы теперь попытаемся обратиться к другим формам различения формообразования сознания, то возникнут интересные возможности. Ну, прежде всего, если мы вообще откажемся от вот этой парадигмы классической, пытаться различить формы сознания по линии различных способностей, а просто рассмотрим вопрос, исходя из того, какие мы встречаем формы сознания. Какие существуют, скажем так, прежде всего регионы, некие регионы сознания. Причем понимая эти регионы как некие самодостаточные сущности. Если мы обратимся к этому, то вот у нас возникнет некая культурологическая задача. Вот у нас есть некий культурологический подход. Можно подойти к этому вопросу с культурологической стороны. Ведь с позиции культурологии мы можем, прежде всего, различать различные культуры. А вот каждая культура представляется, если мы приглядимся, некую форму существования сознания. Потому что культура, она представляет некую целостность, и в этой целостности люди действительно живут. Эта целостность представляет собой, как бы можно выразиться, как бы некую парадигму. И вот они этой парадигмой живут, они этой парадигмой мыслят, они через эту парадигму смотрят на мир. Вот, собственно, если рассматривать культуру как вот такую целостность, в которой человек живет, то можно понять, что культура представляется в некую форму сознания. И поскольку существует много культур, то мы можем говорить о том, что вот это движение от одной культуры и другой можно рассматривать как движение, ну или, как сказать, не обязательно движение культур выстраивать в некую линию, в виде какого-то прогресса, как это, например, устроено у Гигеля, что есть некое восхождение, и обязательно должно быть восхождение в его понимании. Достаточно просто, что существуют различные формы сознания. Вот есть культура 1, там есть культура 2, там есть культура 3. И мы эти культуры можем сравнивать, и каждая культура нам дает другую форму сознания. Ну, есть такая гипотеза, да, вот можно подойти к этому вопросу именно с этой стороны. Ну, прежде всего, эти культуры надо сравнивать в смысле историчности, да, то есть во времени. Ну и, во-вторых, конечно, в смысле того, что они, в смысле пространственной разнесенности. То есть у нас уже сейчас, как бы, вот мы живем в мире, в котором представлено разнообразие культуры, можно, в принципе, пытаться сравнивать эти культуры, как они сейчас есть, как они даны, да. Это вот как бы исторический подход, а это вот как бы культурологический подход, культурный подход. Пускай будет культурный. То есть этот во времени, да, а этот как бы к пространству. Вот это первый подход, исходя из которого можно пытаться вычленять каждую культуру, пытаться ее анализировать, чем состоит ее парадигма, и на основе этой парадигмы пытаться понять, в чем состоит, в чем может состоять то, что мы назвали формой сознания, да. Это первый подход. Второй подход, как я уже много раз произнес это слово, это парадигмальный подход, да. Мы говорим о том, что движение в человеческое сознание проходит через ряд парадигм. Конечно же, этот подход связан с культурологическим подходом, да, но он является как бы более логическим. Почему? Потому что совсем не обязательно парадигмы будут сравниваться как сравнение различных культур. Парадигмальность может, она на самом деле, наблюдаться и внутри одной культуры. То есть внутри одной культуры, и как в историческом отношении, да, то есть одна и та же культура в своем историческом отношении может пройти какие-то, верят, несколько парадигм. Ну и также могут быть сравниваться различные парадигмы различных культур, да. То есть это как бы более детальный анализ. Ну, например, даже отдельные явления, типа наука, допустим, она, или физика, допустим, она может какое-то время развиваться в одной парадигме, и потом начать развиваться в другой парадигме. То есть в физике, допустим, произошла революция, да, перешли от классических представлений к представлениям квантовым и релятивистским, и как бы сменилась парадигма. И вот этот парадигмальный подход, он опять же является подходом, в котором реальность, она как бы вот расчленяется на некоторые целостности. И нам очень важно, когда мы говорим о формах сознания, именно вот этот разговор о целостности. Потому что ведь речь идет, когда мы говорим о формах сознания, некий способ, каким может существовать сознание. Сознание существует некоторым способом, цельным, да, и оно может в этом способе жить. И это очень важно, что речь идет не просто о какой-то частности, не о каком-то свойстве сознания, а речь идет именно о том способе, каким сознание существует, как оно видит, если так можно выразиться, мир, как оно к этому миру относится, как оно его принимает с точки зрения понимания. Потому что что такое понимание? Когда мы говорили о понимании, речь шла о некоторых сетках, о некоторых схемах, через которые сознание принимает мир. И одной из таких сеток является парадигма. Парадигмы не бывают истинными и ложными, парадигмы бывают, имеют разную степень детализированности. Они могут быть более точны и менее точны в смысле фиксации различий. Вот этот, с точки зрения этого парадигмального подхода, мы уже не будем говорить о культурах, а мы будем говорить о парадигмах. Сравнивать различные парадигмы, не обязательно эти парадигмы будут, как я говорил, соотноситься с друг другом в смысле культуры. Но это вот тоже большой проект, и как его изучать, это тоже требует, видимо, еще отдельного исследования. Но кроме этого, существуют еще другие возможности. Какие еще другие возможности? Вот я бы назвал эту возможность дискурсивной. В чем она состоит? Дело в том, что существует интуитивно понятное развлечение неких регионов, регионов нашей жизни. Причем эти регионы целостные, их называют дискурсами. Ну, о чем идет речь? Вот, например, мы говорим о дискурсе науки. Вот есть наука, можно потом говорить о религии. Это отдельный дискурс. Можно говорить о философии. И, в принципе, философией не является наукой, не является религией. Как бы тоже вроде отдельный дискурс. Сюда же можно взять такой дискурс, как политика. Можно сюда взять дискурс искусства. У каждого дискурса есть какой-нибудь важный термин, который его характеризует. Искусство – это красота. Допустим, философия – это истина, наука – это там... Когда-то науку можно было бы характеризовать как истинную, и тогда они с философией как-то схлопывались. Но теперь науку понимается не и истина, а истинность. В политике – это власть. В религии – это, наверное, понятие абсолют и ритуал. Но тут еще какие-то... Тут, наверное, все-таки присутствует такая, опять же, культура. Ну и какое-то еще, наверное, я, конечно, что-то здесь, например, забываю упомянуть. Видимо, есть... Можно выписать, попытаться выписать некую полную сетку вот этих дискурсов, которые как-то с друг другом соотносятся. В чем-то они пересекаются, в чем-то они как бы несоизмеримы. Их соотношение, на самом деле, оно остается неясным. Важно в том, что каждый дискурс является некой целостностью. И мы, когда говорим о дискурсе, мы имеем в виду, опять же, вот эти целостности. И можно находиться, например, в сфере политики, и совершенно игнорировать другие сферы. Сферу искусства или сферу науки. Понятное дело, что политика... Просто можно было бы иначе сказать. Можно было бы сказать так, что в политической сфере все рассматривается сквозь призму именно политики. То есть сквозь призму, если можно так выразиться, власти. И все остальные сферы, они как бы видятся сквозь эту сферу. И поскольку эти сферы целостно-сознания, то можно предположить, что, возможно, эти сферы представляются бы именно формой сознания. Потому что вот как раз характеристика целостности нам и важна, когда мы говорим о формах сознания, я как говорил уже не раз, что именно важна такая характеристика, как целостность. Потому что каждая форма сознания должна представляться бы возможность в ней находиться, то есть возможность в ней жить. Это как некий способ бытия. Кроме вот этих вот дискурсивной сетки, есть еще какие-то возможности. И вот в свое время мы обсуждали такое понятие, как различие метафизических и эстетических форм. И на самом деле, я просто не знаю, как это сейчас назвать, но допустим, назовем эстетической формой. Дело в том, что эстетические формы, те формы, которые мы... Что такое эстетическая форма? Это форма, в которых отдельные персонажи литературных произведений существуют. Эти формы просто бесконечно многообразные, ну, в зависимости от того, какие вообще существуют в литературе персонажи. Но здесь важно просто то, что эти персонажи, находясь в этих формах, они как бы существуют в неких целостностях этих форм. Собственно, потому и называют их персонажами. И в литературоведении существует даже исследование, что представляет собой определенного рода персонажей с точки зрения архетипичности. поскольку как бы художник, писатель, он, обрисовывая какие-то персонажи, продумывает их с точки зрения того, насколько они являются характерными для определенного рода общества. И вот эта вот архетипичность персонажей, она, можно их изобразить, как вот, опять же, в некой целостности формы. Да, вот архетипичность. Ну, архетипичность – это все-таки психологический термин, а не хотелось бы скатываться от психологии, потому что, опять же, психология стремится разбить реальность по некоторой линии развлечения субъективных способностей. То есть, некоторым отношением она работает в этой классической парадигме. Но как раз здесь архетипичность, и имеется в виду, что художник все-таки улавливает существенные формы, которые бытуют в обществе, формы существования людей. Ну, скажем, допустим, есть такая форма, как бизнес-майд, бизнес-майд трудоголик, или есть такая форма, как семьяни, или есть такая форма, допустим, как преступник, или еще какие-то другие формы. Ну, конечно же, этих формов бесконечное количество. Проблема просто рассмотрения форм сознания с позиции вот этой эстетической формы или архетипической формы, она состоит в том, что форм этих много, да, и невозможно, не может, как бы, вот, исследование погрузиться в пучину этих форм. Это может быть... Потому что это движение может быть просто... Ну, неизвестно, можно ли из этого движения вообще выплатить. На самом деле я просто указываю возможности, да, не знаю, будем ли мы этим заниматься. Ну, вот есть, в частности, и такое различие. И самое интересное, что оно как раз подходит под то различие, которое соответствует нашему различению, да, именно различению неких целостностей, да, именно только эти целостности можно было бы рассматривать к некей форме существования сознания или формообразования сознания. Если теперь мы обратимся к тому, к тому многообразию путей, по которым мы можем развивать науку сознания, в смысле высвечивания различных форм сознания, да, то можно сделать некоторые замечания. Прежде всего, вот те пути, которые указаны, они не проходят по линии развлечения, ну, Гегельский путь мы как бы отдельно должны рассматривать, да, вот, не проходят по линии развлечения способностей. И это важно. Почему? Потому что мы как бы тем самым отходим от парадигмы субъекта объектного различия. и можем, и не навязываем структуре самого сознания формам существования самого сознания некие, как бы, вот, внешние условности, да, некие различия, которые порождены парадигмой самого исследователя. То есть, тех, шор, тех узких рамок, в которых исследователи находятся, силу духа времени, да. Это первое замечание. Второе замечание, что формы сознания, они на самом деле существуют в виде некоторых рядов. да, как бы, и существует некий параметр варьирования этих рядов, да, вот, есть некий параметр, по которому они варьируются, и поэтому можно говорить о том, что формы сознания даны в некоторых гомологических рядах. А что такое гомологический ряд? Это вот такой ряд, в котором есть некий параметр, и варьируя этот параметр, мы получаем вот некую цепочку возможностей, да, которые исчерпывают возможности варьирования этого параметра, да, там, один, два, три, четыре, да. Но в то же время надо отметить, что, когда мы говорим о сознании, все-таки одних гомологических рядов недостаточно, поскольку формы сознания могут присутствовать в различных пластах. То есть получается, что есть не только одномерные гомологические ряда, а есть еще, как бы, вот уровни, да, уровни этих рядов. Вот есть, как бы, ряды какого-нибудь первого уровня, второго, третьего, в зависимости от того, что мы берем в качестве критерии различения. Ведь критерий различения форм сознания, он... мы должны взять из опыта, да, мы должны, как бы, вот обратиться к тому, как сознание существует в самом опыте, и из него извлечь в возможности те различия, по которым мы можем разбить сознание на форму. Такой погенацией, таким способом развлечения в классической философии является, как я уже много раз говорил, способностью субъекта. И вот это уровневость, да, уровневость. Причем уровневость, это не значит в смысле, как бы, вот негового схождения, а просто в смысле того, что вот есть некие пласты, различные пласты, да. Вот когда мы говорили про дискурсивность, да, вот там вот есть различные пласты, регионы, если так можно выразиться, содержательности, да, вот дискурсы, это то, что называется дискурсы. Да, и эти дискурсы непонятно, как соотносятся. То есть между ними часто переход просто неясен. Непонятно, соизмеримы ли эти дискурсы, не соизмеримы ли. Иногда говорят о том, что они не соизмеримы, да, вот как вот... Как говорят про парадигмы часто, что они тоже не соизмеримы. Вот эта вот уровневость, да, и уровневость надо понимать не в смысле восхождения, а в смысле различия, да, непонятно, как вот это вот связано. Иногда, иначе говоря, внутри одного уровня мы можем построить гомологические ряды, вот внутри уровня, а между рядами, вот как производит произвести соотносение, это неизвестно. И поэтому формы, в которых существует сознание, они будут вот с одной стороны как бы вот с чем-то рядоположен, да, а с другой стороны чем-то разрывным. Это не значит, что внутри сознания они будут разрывными. Естественно, внутри сферы сознания все эти формы будут лежать рядоположен. Но в некотором нашем мы же все-таки пытаемся науку сознания построить, то есть в некотором отношении выстроить ее как науку логики, то есть в некую систему логическую, да, то вот этот разрыв, да, вот эта вот уровневость сознания, ее надо будет, ее будет важно выписать, да, как-то. Четвертая характеристика, которую можно заметить, когда мы описывали наши возможности, что вот вдруг возникает такая вещь, как историчность, да, нежданно-негадно. То есть когда мы говорили о логике, то у Гегеля историчность, она возникает в его системе, да, и, собственно, как бы его система представляет собой вроде как вот развитие духа там от каких-то низших форм, более высоких, да, и все это связано в некую единую систему, да, но тем не менее суть философии Гегеля все равно сведена к чему-то вневременному, да, вот этот дух, который представляет собой логику, да, или логическую как таковую, да, вот, он выражен в своей чистоте в науке логики, и, как бы, вот сущность, как бы, этого духа, она не нуждается в никаком развитии, да, то есть она просто в этом развитии, она себя только проявляет. То есть, иначе говоря, соотношение историчности у Гегеля и вот, и логичности, да, не совсем не ясно. И мы сталкиваемся здесь с вопросом о том, что вот историчность все-таки вот в сознании, видимо, важная вещь, потому что сознание, и переход от одной формы сознания к другой, она совершается не только в рамках опыта одного поколения, одной культуры там или там одного человека, но и в рамках различных поколений, различных культур, да, вот поэтому у нас возникает вот здесь такой аспект таких историчностей. Причем в различных формах, в различных, лучше говорить, путях, да, по которым можно пытаться найти формообразование сознания, вот везде обнаруживается вот необходимость вот этой историчности. Ну и в целом, как бы, пятый момент, да, в целом существует вот некая соотносительность всех форм сознания, соотносительность. Почему, в чем она проявляется? Она проявляется в том, что, когда мы говорим о формах сознания, то мы всегда говорим о некой целостности. И вот эта вот целостность опыта, да, или там способа существования, целостность жизни, да, она будет важна. И всякий раз можно будет сказать, что, говоря о формах существования сознания, мы будем говорить о том, что представляет собой, если так можно выразиться, некий целостный мир, да, вот. Вот. Я даже не знаю, как это, каким это словом назвать. Ну, можно было бы сказать, что целостность культуры, можно было бы сказать, что целостность жизни, можно было бы сказать, что целостность формы существования сознания. Пока вот, как бы, целостность парадигмы, да, или целостность дискурса, там, или целостность, там, архетипической формы, Пока вот эта целостность рассматривается только интуитивно. Я пока прозреваю ее только как некую интуицию, не очень понимаю, как надо ее характеризовать, как надо ее концептуализировать. Что, собственно, представляет собой эта целостность? Но эта целостность, она присутствует и в философии Дегеля, и в феноменологии Духа. И, собственно, Дух проходит ряд формообразований. Каждое формообразование, как я уже говорил, представляет собой всю субстанцию в целом, но только под определенного рода аспекта. Но Дегель правильно, просто гениально замечает, что именно форма существования сознания должна быть представлена как некая целостность опыта. Что эта целостность, она именно понимается как способ существования. То есть в этой целостности опыта сознания может существовать сколько угодно. То есть она в ней находится и как бы покоится в ней. Но у Дегеля, помимо этого покоя, существует также и динамика, поскольку у него есть некие задачи внешние по отношению к формообразованию сознания. У нас такой задачи нету, поэтому мы как бы не знаем, насколько мы будем рассматривать динамику. Наверное, для того, чтобы, вот когда я говорю соотносительности, для того, чтобы понять различные формы существования сознания, нам нужно будет их сравнивать. Ну, мы говорили о соотносительности, и она связана как раз с вопросами герменевтики и с вопросами, насколько можно древнюю культуру понять, да, насколько можно до нее добраться, насколько у нас вообще существует способ, некий доступ к пониманию другой культуры. Ну, понять ее можно только исходя из нашей культуры. Мы всегда будем, мы всегда как бы в соотносительном смысле понимаем, что вот наша культура, да, есть некая база по отношению, с помощью которой мы понимаем другую культуру. Другую культуру как во времени, так, в принципе, и в пространстве, да. Вот, например, как мы понимаем нашу культуру, например, в отличие от культуры, там, японской. Да, но в то же время и другая культура, да, она высвечивается только благодаря тому, что она соотнесена с нашей культурой. Да, вот эта вот соотносительность, она высвечивает вот некие различия, да, которые являются существенны для понимания того и другого, для того, чтобы высветить, в чем состоит особенность какой-то культуры древней, скажем, да, там, или исторической, и культуры нашей. И поэтому вот эта вот соотносительность, она и говорит о том, что недостаточно просто изобразить какую-то одну форму сознания. Что если мы говорим о формах сознания, то мы всегда говорим о многообразии форм. То, что в данном случае форма понимается, теме форма, или форма образования, понимается в смысле способа, да, каким существует сознание. А способ существования, он всегда подразумевает, что их существует несколько. Если бы существовал один способ сознания, то есть один способ существования сознания, то мы бы никогда не могли бы осуждать о форме сознания, да. Эта постановка вопроса была бы просто некорректной. Постановка вопроса о форме сознания только тогда становится корректной, если этих форм много, если, по крайней мере, их дверь. И вот именно отсюда возникает вот эта вот важная характеристика соотносительных, да. То есть, поскольку сам термин форма требует множественности форм, то мы, изучая формы сознания различные, мы будем каждый раз двигаться в этой множественности и всегда брать форму со стороны этой множественности. То есть, всякий раз будем рассматривать движение форм, то если будет возникать, допустим, некая динамика, то эта динамика будет пониматься именно как соотносительная динамика, как соотносительное различие различных форм. Насколько, допустим, одна форма отличается от другой. Ну, еще сегодня я хотел обсудить, у меня есть какие-то заметки по поводу того, какие-то примеры того, как возникает динамика в различном соотнесении форм. Но я подумал, что, видимо, это будет лишнее. Тут еще есть проблема, не получится ли так, что мы упремся в некую культурологию. Путин возится, как бы, на самом деле, с некой содержательностью. А ведь речь идет о, скорее, о некой... Все-таки о некой логике, да? То есть, проблема-то состоит в том, чтобы увидеть вот эти различные целостности, как формообразование сознания, в аспекте их неких существенных логических переходов. А в свое время у меня была такая идея, я ее называл для себя такой темой, как идея философии. Я хотел изобразить движение философии как существенное движение некоторых идей. Вот возникала какая-то идея, она доводилась до своего предела, как бы, и исчерпала во всем свое многообразие. Вот как у Гегеля. Собственно, как вот Гегеля рассматривает историю философии? Он говорит о том, что всякая философская идея, она преломляется во всех своих возможностях, да? И она, как бы, исчерпывает себя, и потом, как бы, исчерпав себя, собственно, возникает новая идея. Вот у Гегеля просто в силу того, что у него существует постоянно некое внешнее принуждение, да, вот, к философствованию. Существует, как бы, внешнее некое требование выстраивания системы, да, то вот эта вот динамика идеи философии, да, она представляет собой, ну, сейчас-то нечто неясное, да. Почему именно так должно вырастать там динамика, почему не иначе. Но если, как бы, изображать вот эту динамику честно, да, если, как бы, подходить к вопросу развития философских идей безотносительно каких-то других целей, да, там, выстраивание системы, там, оправдание каких-то своих интуиций и прочее, да, связывание всей философии в единое целое, да. Это была такая у идеи, у Гегеля, что философия – это не многообразие мнений, да, а на самом деле нечто, как бы, одно, да, как бы. И этот вопрос об одном, об единой философии, он связывался с понятием истины, что не может, что должна существовать истина, да, как бы, истина может быть только одна. Так вот, если, как бы, вот, всё-таки не отклоняться на эти, внешние цели, да, а рассматривать вопрос о том, как он есть в самой философии, вот, и рассматривать движение, философское движение, вот, пускай в своей разрознительной, но в некоторой внутренней логике, почему-то логику я не собирался навязывать, а пытался, как бы, понять, как вот существуют отдельные, скажем так, отдельные ответвления, да, философские, допустим, возникла какая-то идея, да, и вот, как она доходит до своего предела, но иногда теряется, да, там, а потом она как-то в другом месте возникает, там, в другом преломлении. Но мне как-то вот всё не удавалось этим заняться, и вот я вот думаю, что, возможно, сейчас, видимо, придётся заняться именно этим. То есть, первой задачей, которая вот возникает здесь, тем обрисом науки сознания, которое я здесь изобразил, возникает необходимость, в общем-то, рассмотреть историю философии в свете движения идей, да, вот, идей. То есть, то, что в истории философии Гегеля изображено в виде некоторой динамики его, лично его философии, да, вот, Гегелевской, нужно вот изобразить как можно, как бы, честнее, в смысле феноменологии, да, исходить из того, как сама философия развивается, да. То есть, надо рассмотреть это движение вот в некотором обрисе истории философии как чего-то целого. Но это вот просто настолько грандиозная задача, что я не знаю, стоит ли сам за неё браться. Это один аспект, да, проблемы. А другой аспект проблемы, как бы, опять же, культурологически, да, собственно, как бы мы помимо... философских систем, которые представляют собой, конечно, некую квинтэссенцию духа времени, да, духа времени, того духа времени, в котором живёт конкретный философ, там, скажем, там, Аристотель или Платон. Ну, кроме этого рассмотрения, можно подойти к вопросу ещё шире, да, можно взять не только развитие различных философий, да, и их связь в смысле, как бы, вот, некоторые динамики или, как бы, некоторого движения, да, можно взять и рассмотреть это соотношение различных культур, где, как бы, философия будет представлять собой только некоторую частность, да, некоторую часть. Ну, это ещё более грандиозная задача, то есть, это надо погрузиться, там, в историю, там, искусство, да, и насколько, как бы, можно в этом море выплыть, я даже не знаю, стоит ли за это бороться, и у меня даже руки опускаются, как бы. Когда-то я этим занимался, когда я увлекался лосьем, там, я, в общем-то, всей этой культурологией занимался, и читал, и историю античной эстетики, и какие-то там, в общем-то, идеи можно оттуда почерпнуть, и, в общем-то, что-то, и можно рассматривать некую, как бы, античность, как своего рода некую завершённость, там, потом брать Средневековье, потом брать Новое время, и, в общем-то, и внутри античности это можно тоже по периодам как-то разделить, и, собственно, там, как бы, есть некое движение, причём это движение, я ещё раз говорю, не только философское, но и движение целостной культуры, но всё это просто настолько необозримый материал, как бы, да, то, что, как бы, браться за него как-то боязно. Ну, вот есть ещё одна возможность, которую я назвал парадигмальной возможностью, да, это когда взять конкретные какие-то переходы, ну, скажем, допустим, от классической физики, после классической, там, ну, агрективистской квантовой физики, да, попытаться понять, что, собственно, произошло. Этим тоже много занимались, как бы, в общем-то, здесь так ничего особенного нет. Ну, или взять, там, ещё какие-то переходы, да, скажем, взять такое разбиение стандартное, в общем-то, для культурологов, культурологов, как разбиение, там, цивилизационное какие-нибудь, да, там, попытаться понять, в общем, различия цивилизации, или, опять же, различия, которые, которые, допустим, берёт марксизм, там, различия, связанные, там, ну, стандартные различия, античность, средневековье, новое время, новейшее время. Ну, в общем, существуют многообразные способы отчленения, да, точнее, вычленения вот неких целостностей, да, и которые можно было бы рассматривать с позиции того, что представляется бы вот эта целостность как некую форму сознания. То есть пытаться вот в этой целостности, эту целостность описать с позиции формы сознания. То есть вот есть некая задача, да, вот, вычленение формы сознания. И можно исследовать, можно исследовать различные целостности, да, на предмет рассмотрения их с позиции целостности сознания. Потому что каждая целостность возможна, ну, если такая гипотеза представляется бы, некая, как бы, целостность сознания. Почему она является собственной целостностью, да, откуда она взялась? Это же не случайная внешняя целостность, да, а эта целостность в этом различении различных культур, допустим, различных целостностей в смысле исторических эпох, да, вот, существует, как бы, вот, некая законченность, да, вот, почему одна эпоха закончилась, а другая началась, этот вопрос можно поставить, как бы, со стороны того, что вот одно сознание ушло, как бы, а другое сознание пришло. И можно пытаться, как бы, пытаться понять, почему именно эта динамика совершилась, да, и в чем состоит разница этих эпох, да, или этих культур, да, с точки зрения именно сознания. Но все это, все эти вопросы, все равно, как бы, настолько глобальные, что, видимо, либо действительно придется, да, погрузиться с головой, либо, видимо, искать какие-то альтернативные пути, и, видимо, как-то, либо переформулировать саму проблему, либо просто описать, в общем-то, ситуацию, как она есть и чем надо заниматься, да, сказать, что, вот, собственно, культурология, или, там, антропология, можно сказать, да, она, как бы, оправдана тем самым, что, собственно, наука сознания, вот, она требует изучения многообразных форм человеческого существования. не только здесь и сейчас, да, но и в смысле, как бы, вот, историчности. Вот примерно такой, в такой ситуации находится наше движение по исследованию сознания. Все, спасибо.